Добрый вечер, дорогие друзья! Я вас приветствую на моем программе Victoria Tools, как всегда, во вторник и пятницу, в восемь вечера по Испании, в девять вечера по Москве, в час дня в Мексике. Да, да, почему? Потому что у нас все-таки программа как видите, она русскоязычная и испаноязычная. То есть нас слышат практически в разных уголках этой планеты. Добрый вечер. Добрый вечер. в социальных сетях, в Ютубе и в Фейсбуке. В каждой встрече выясняется в двух языках, вы будете видеть это в испанском и в русском. Также, слушатели могут задать вопросы, и мы пытаемся ответить в ближайшее время, также в direct. И еще одна интересная вещь, что через этот программ, артисты относятся в странах, и это действительно очень трудно вернуть и Ассерсе Эскутер. Проект Виктория Толк, сейчас расскажу немножечко, что это такое, для новеньких наших, я больше уверена, что у нас сегодня очень много новой публики, появился в эти совсем стандартные времена, которые полны неопределенности и, можно так сказать, растерянности. А для артистов тем паче, так как привычная среда самовыражения, она просто-напросто исчезла. Поэтому я создала этот канал, сама артистка, поэтому я знаю, о чем речь, чтобы, ну, можно так сказать, разгрузить артистическую душу. В моей программе мы говорим об искусстве, о культуре, о проектах, мы обмениваемся тут идеями, впечатлениями. Какая цель? Главное, особенность этой программы в том, что она транслируется в прямом эфире. У нас нет ни монтажей, ничего. То есть вот как есть, так и есть. Вот, все транслируется на двух соцсетях, Facebook и YouTube. Также в интервью, интервью идет на двух языках. Как вы заметили, сначала говорим на испанском, теперь на русском, и вот так мы будем все время переходить с одного языка на другой. И самое главное, что слушатели в этой программе могут задавать свои вопросы, и мы будем стараться на них ответить. Сегодня у нас в программе уникальнейший гость. И если честно, я не буду много говорить, иначе это займет полпрограммы. Так что сегодня в нашей программе прекраснейший педагог, на самом деле педагог от Бога, в России очень известная пианистка Мирослава Марченко. Добро пожаловать. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у нас в программе уникальнейшая профессора. Возможно, я могу сказать, что она профессора по природу. И она профессора которая создала много молодежи, которые сегодня в принципе победили. В России она очень известна, в Европе и в остальном мире, но поэтому мы в этом программе. И сегодня у нас будет очень интересная тема, как у вас, профессора Мирослава Марченко. Вот так, вот так, Мира, так что начинаем наше интервью, уже 4 минутки, уже достаточно людей, начнем сразу с вопросов очень интересных, скажем так, необычных, нестандартных. Вот, и я думаю, что наша публика сегодня будет в восторге от нашей передачи. Ой, вам уже много вопросов, потому что у меня есть вопросы, которые мы говорили через 12 дней, мы сказали про эту программу. Эта программа будет очень интересная, интенция, и я уверена, что вам нравится. Первый вопрос. Ну, как, это у меня, скажем так, вопрос номер один для всех артистов. Расскажите о себе, какие у вас корни, ваша семья, семья музыкантов, и вообще, как началась ваша музыкальная жизнь. La primera pregunta, que es la pregunta que le hago a todos los artistas, es que nos cuente sobre ella misma. На самом деле, все очень просто. Я родилась в очень простой семье. У меня мама была преподавателем-педагогом. Работала всю жизнь с детьми в школе. Проработала с детьми 45 лет. А папа абсолютно представитель рабочего класса. Это целая эпоха. Он работал на шахте. Он шахтер. И работал 46 лет в шахте. Бабушке, одну я не знала, я не застала ее, а та бабушка, с которой я жила, она была также детским преподавателем общих предметов. Начальная школа начинала когда-то с детского сада, потом была учительницей в начальных классах. Но что отличало мою семью, они все, и мама, и бабушка, и дедушка, которого я не знала, все обладали абсолютным слухом, все обожали музыку, и все играли на разных инструментах, не зная нотной грамоты. Ничего себе! И мой папа, который был представителем рабочего класса, он сказал, что если у нас будет ребенок, первая игрушка, которую я ему куплю, это будет пианино. На самом деле, в тот год, когда я родилась, то есть меня еще ждали, меня или мальчика, уже было куплено пианино, когда еще было все очень скромно, и не было еще мебели никакой в квартире, но пианино уже стояло. И самые ранние мои впечатления, это, естественно, впечатления от моей мамы, которая подбирала все песни, которые слышала по телевизору, все пела. Она пела песни советские, она пела опереты, она блестяще танцевала, занималась хореографией. У нее было абсолютное чувство ритма и музыкальность, потрясающий артистизм. И когда я уже ходила в детский сад, и начались музыкальные занятия, единственная игрушка, которая меня увлекала, это было пианино. Я около него останавливалась. Это рассказывала мама, бабушка, все, кто меня знали в детстве, воспитатели из детских садов. Это, видимо, правда, потому что я была такой однолюб, мне ничего не было интересно, кроме того, чтобы мне научиться скорее нотам и что-то начать играть, быстрее, быстрее, быстрее. И мой папа, который ничего не понимал, как надо учить детей музыки, просто нашел букинистический магазин, в котором покупал все, что было можно. А я, там, одним пальцем, значит, там, мама напевала, я подбирала, ну, я листала ноты, понимаете, да? То есть я делала вещь, что я понимаю. И так меня отвели просто к педагогу по музыке, которая со мной начала заниматься. И с этого все началось. Давайте переведу. А потом про музыкальную школу, про иду. Да. La profesора Мира Марченко nos cuenta que, bueno, ella viene de una familia bastante, digamos, умilde, muy normalita, porque su padre era minero, 46 años, trabajó en unas minas. И с ума даре была профессора, профессора infantил, и работала, и работала, и почти 45 лет, работала как профессора. Су-беды также были люди в классе меж-меда-баха, были люди, были люди, то есть, никогда не было ни ваше музыка, скажем, профессионал в своей casa, но, что она, 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 меж-меда-бахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа сиба серии ниня о нижней dijo sin hacer una niña o si она son niños de igual va a tener que estudiar música porque es algo que en esta familia tiene que haber un músico y todavía antes de nacer ella ya se compró un piano en la casa no había muebles no había nada porque claro eran los recursos no eran tan tan altos no había mucho dinero pero el piano ya estaba ya estaba en la casa ya estaba esperando a la niña o al niño que iban a nacer y ya cuando nació ella lo que se acuerda es que siempre estaba con el piano incluso cuando fue a la guardería no le interesaba ningún ningún juguete nada ella veía un piano o veía un pianito de juguete y era lo primero que le llamaba la atención y era lo que ella iba entonces en su momento ella estaba ya pillando este pidiendo a los padres que le enseñen piano pero era muy chiquitina tenía dos o tres añitos y su padre iba a una tienda musical y compraba lo las partituras que podía porque no sabía qué comprar compraba todo lo que veía se lo traía ella y ella se hacía la que ella sabe leer partituras ponía las partituras y con un solo dedito sacaba de oído algunas melodías que le cantaba su madre y bueno así casi casi empezó su su amor por el arte su amor por la música y ahora nos va a contar cómo fue que entró a la escuela de música todo eso ya se han estado y luego fue muy chiquitina y luego fue muy chiquitina y bueno eso опять ya se han fui muy chiquitina y me предложen игрar en la escritura porque me me dijo que un gran saludo a los que ayer y me sentí que también me sentí que a ver la escritura pero como si no se acuerda песни, пою Санта-Лючею, играю себе там все, что угодно. Вот. Ари из оперы, значит, там напеваю, пританцовываю. Я сказала, нет, только фортепиано. Говорю, я уже давно играю. Меня спросили, сколько же ты играешь? Я сказала, ну, уже полгода вообще уже все. Вот, да. Но у меня действительно получилось так, что меня начали учить, когда мне было 4,5 и до 5 я уже закончила обучение по... Тогда был очень знаменитый сборник, его знает весь мир, школа игры на фортепиано, Яна Николаева. И мы его за полгода освоили, и моя учительница музыки, это был музработник из детского сада, она сказала, я не знаю, что с этой девочкой делать, покупайте, и пусть играет, что хочет, а потом в школу. Ну, вот, собственно. Да, справа. Да, и когда мне сказали скрипка, я сказала, конечно, нет, какая скрипка, что я уже опытная. Вот. Ну, меня с трудом, со скрипом взяли, и у меня была молодая учительница, еще совершенно неопытная, но она, видимо, меня очень полюбила, и сразу почему-то тоже сказала моим родителям, я не знаю, что с ней делать, отведите ее в музыкальный институт, кому-нибудь покажите. Вот. Ну, родители немножко были в растерянности, и меня повели в музыкальный институт. Вот. И мне попался, у нас был такой чудный совершенно концертмейстер филармонии, он был испанцем из тех, которые во время войны оказались. Его звали Станислав Витальевич Савари, он был очень известный в Украине человек, и блестящий совершенно концертмейстер, и все московские артисты, которые приезжали, ну, тогда были очень развиты все эти гастроли, вот, он очень многим аккомпанировал, все, и я просто попалась, что называется, ему под руку. Вот. Он меня послушал и сказал, что, ну, поскольку мы живем на Украине, у нас есть чудесная десятилетка в Киеве, надо срочно туда, и там она точно поступит. Это сколько вам было лет? Это первый класс, это только первый класс. Первый класс, да. Ну, собственно, родители решили ждать до весны, пока будет вот как бы эта история. А случились гастроли преподавателя Центральной музыкальной школы с классом в Донецкой филармонии. Вот. И это случилось как раз уже почти весной, конец февраля, начало марта. Вот такое было время. Вот. А у нас был юбилейный концерт школы музыкальной, как раз той самой, в которую я училась. И у меня было большое выступление, я играла целиком детский альбом Чайковского. И это был, в общем, очень большой номер в концерте. Ну да. Вот. А после нашего этого юбилейного концерта вечером должен был быть концерт вот этих московских выдающихся детей, которых привез конкретный учитель. И они ждали свое время, чтобы порепетировать. И невольно оказались на концерте, где я играла. И он мне сказал, что я должна приезжать и поступать в Центральную музыкальную школу. Вот. И, собственно, вот это просто случай. И когда я его увидела, я поняла, что я никакой Киев не поеду, что я поеду только в Москву, и никаких вообще даже не может быть больше возражений ни у кого. И меня пугали, что я вообще как-то из дома, от бабушки вообще, такая вот девочка домашняя, куда-то, я ничего не знаю, вот я к этому дяденьке. Я еще не могла запомнить даже, как его зовут толком. Но я вот к дяденьке, и мне вот туда, пожалуйста, отвезите. Папа, мама, отвезите меня, пожалуйста. Но так получилось, что... Да, меня таки отвезли. Да, расскажите, да. Ну, это очень интересная история. Ну, это опять. первой, что она была в школе музыки, сказала, ну она очень talented, и теперь её мы ее подсрепим в Виолин, потому что для того, чтобы она спускалась до 6 años в течение года. Нет, но вопрос. Она говорит, что я ничего не хотела, потому что я не знаю, что я знаю, что я люблю, чтобы яika ее и всё, что она сама老師 и песни, но я канала мне все это. И, ну, они сделали, мы говорили о музыке, мы говорили о музыке, это очень легкое, и она, из 4,5 лет назад, 5 лет, уже прошел весь первый год, что, в самом деле, это книжный методолог Николаев, что многие профессоры в России работают с этим книжкам, в том числе, я тоже работаю с этим книжкам, это замечательно. И, ну, вот, больно, я замечал, что она у меня большая качество для� showed много, переп meus Ventura, и получили их zurück. Через купил детей, они, на 바 como un taller de música tenía una profesora muy jovencita y después de un año la profesora dice saben qué es que yo no voy a poder con ella es muy talentosa tiene que ir a un instituto de cultura instituto de música donde tienen que enseñarle ya muy seriamente y bueno resultó bueno ya vivían en ucrania y resultó que una vez le dicen saben que aquí en ucrania en kiev hay una escuela integrada de música de 10 años para niños especiales para niños talentosos ella tiene que ir a estudiar y bueno ya los padres estaban súper hechos para para que ya entre esa escuela estaba todo listo y de pronto en la filarmónica de danietz que de una ciudad de ucrania ella escucha coincidió que tenía que tocar en un concierto con los niños que venían de la escuela central de música de moscú pero primero tenían que tocar los niños de digamos de esa escuela en ucrania no era común con una un simbiosis de dos escuelas y bueno ella estaba ensayando y en ese momento la escucha el profesor que trajo a sus alumnos de moscú y se acercó a los padres y les dijo saben que esta niña tiene que ir a estudiar a moscú a la escuela central de música y es curioso que dice la profesora que ella vio ese señor no no se sabía ni el nombre ni nada pero le dijo a sus padres yo tengo que ir a moscú moscú y no me voy a kiev pues solamente moscú con este señor porque ese señor me va a enseñar bien a tocar piano de qué manera ella lo sentía pero era así y a partir de ahí los padres ya tenían que hacer cambiar todos sus planes porque la niña quería estudiar en moscú y el profesor dijo que sí que la acepta en su en su clase y que ella va a entrar incluso sin exámenes así fue es lo que es el cuando suceden cosas en la vida que el destino es cuestión de destino sí o dál sé y получился такой момент cuando a los padres y le usan a mi papá mogu le ya жить en internauta y me decían que yo soy muy pequeña que yo solo voy a 8 en diciembre ya en diciembre yo nací y que yo no puedo tomar en internauta y me hubiera un año estudiar en donetsk y musicальной школе y yo allí vio en marcha y allí vio que podía estar выступando en el trabajo en el trabajo y me daban me daban tanto de concertos como yo podía todas las concertos de la escuela y siempre yo siempre he jugado y yo поехala después de 2 clases porque ya 9 años me daban internaut y esto era muy difícil porque yo era la mayor en el интернате. Это вот сейчас уже, и сейчас стараются не брать таких маленьких. Да, конечно. Тогда я была самая маленькая в интернате. Восемь лет. Да, мне девять исполнилось в декабре. И я приехала, поступила к своему любимому будущему педагогу, поселилась в интернате и была абсолютно в другой, совершенно в какую-то я окунулась в другую жизнь. В моей комнате было сразу 15 человек вместе со мной. Там были все республики, все представители Советского Союза. И это был совершенно другой мир. Это была абсолютно другая жизнь. Но у меня всегда было ощущение, что это мое место. Я никогда... У меня не было ни одной слезы, уезжая из дома. Я никогда не пожалела ни об одной секунде, что я уехала. Конечно, абсолютно. Меня опекали родители, они приезжали, бесконечно, хотя это было очень трудно в те времена. За мной, конечно, следили в интернате все воспитатели. И, так сказать, мой учитель, которого я стала учиться, он стал для меня как бы очень близким человеком, потому что он взял на себя ответственность тоже меня опекать. Это как родители. И вот тогда, наверное, тогда я первый раз поняла, что я на самом деле не у учителя занимаюсь. Я получила какого-то себе человека, друга, и какого-то... Знаете, для меня он был как небожитель. Для меня это была совершенно непонятная фигура. Я не воспринимала его как учитель, которого надо бояться, или что надо выполнить урок. Об этом речь вообще не шла. Я получила человека, который учил меня культуре, который прививал мне любовь ко всем видам музыки. Производительный кумир. Кумир. Который водил меня в картинные галереи, потому что у него в семье были художники, и он понимал, что я не знаю, почему эта картина хорошая, а вот эта не очень хорошая. И мне никогда не было стыдно. Я росла с ним, я училась это понимать. Если тогда приезжали выставки, ни на одну выставку не ходил, чтобы не взять меня. И для меня это была еще одна семья, в которой я росла, с которой вместе я как бы формировалась. И поэтому у меня никогда не было дистанции. Мы были друзьями с самого раннего возраста. Мы вместе гастролировали, мы вместе ездили. Он мог меня попросить принести ему чай, и мог попросить, даже мог сказать, ты будешь гладить себе концертную юбку, а может быть, ты погладишь мне рубашку, когда мы оказывались в другом городе, потому что ему было некогда. А я понимала, что я-то, собственно, себе-то не очень еще могу погладить. Я не очень знала, как это делать. Я тут же замирала в ужасе. Я бежала, искала там в гостинице какую-нибудь тетеньку. Говорила, господи, скажите, где утюг? Как это вообще делается? Мне всегда помогали, мне всегда говорили, деточка, всегда роняя слезы горничные, говорили, давай, мы сейчас все погладим, и это погладим, и это. И всегда его ругали, говорили, ну что же вы, профессор, ребенка заставлять. Но он был очень помог, он был трогаться. Все-таки много людей пишут, и это не обязательно. То есть, он переведет, а потом расскажу, кто нам все пишет. Bueno, primero voy a traducir toda la historia porque es súper interesante. Cuando entró a la escuela, claro, sus padres vinieron a Ucrania y ella tenía que trasladarse a Moscú y los padres no podían venir porque tenían que seguir trabajando, así que ella tenía que vivir en el internado de la Escuela Central de Música, que es la mejor escuela, literalmente la mejor escuela, para, digamos, para formación musical de los niños pequeños. Pero era la más pequeña, entonces el internado en aquella época no aceptaba niños menores de 8 años y ella tenía 7. Así que ella estuvo obligada de estudiar un año en su ciudad, en Danietz, pero con colaboración con su profesor ya en Moscú y ya cuando cumplió los 8 años, siendo todavía muy pequeña, ya la aceptaron en la escuela y ella fue a vivir al internado. ¿Qué es lo que cuenta la profesora Mira Marx? Era curioso que con 8 años ella no sentía que se va de su casa, ella no sentía tristeza, ella no sentía añoranza por sus padres porque llegó a una familia donde estaba viviendo el internado y vivían 15 niños más con los cuales se hicieron amigos inmediatamente. Pero la figura clave era el profesor. El profesor que desde un principio le dio ese amor, no solamente como profesor, también un amor parentesco porque él entendía que era una niña pequeña y que hay que ayudarle, hay que educarla. No solamente como profesor de música, él le dio una educación artística, una educación personalizada, de persona. Ellos iban a exposiciones, ellos iban a presentaciones de libros, iban a conciertos. Él la llevaba, básicamente era como su hija musical y a partir de ahí ella entendió la importancia de lo que es ser un profesor y vivir la vida de tu alumno, ser parte de la vida de tu alumno. Y entonces toda la vida fue así, de tal manera que ella nunca sintió que es un profesor, era un amigo, un gran amigo, una persona que era su ídolo, se podría decir, porque era la persona que le ayudó a formarse. Y bueno, de tal manera que después teníamos conciertos, íbamos de giras y él podía pedirle que ella le haga un té, igualmente él le hacía un té a ella, él podía plancharle un vestido o ella tenía que ayudarle, podía ayudarle a planchar un vestido en el hotel. De hecho, cuenta que las señoras de limpieza le decían, pero pobre niña, deja nosotros, que nosotros mismos te planchamos el vestido y la camisa a tu profesor, no te preocupes. Y luego regañaban al profesor, pero ¿cómo es posible tú que eres un tío ya tan mayor y no puedes tú plancharte tu propia camisa? Y bueno, cosas así, anécdotas, pero era algo tan natural, ella se sentía en su casa. Y bueno, esa felicidad de estar haciendo música y tener a las personas adecuadas en su entorno, claro que dio un resultado positivo. Bueno, ahora voy a mostrarles a quién escriba, porque aquí hay un beso. Tatiana Dedic, profesora de San Petersen, que es una profesora de San Petersen, que dice que ella fue al concierto de sus alumnos en San Petersen y fue espectacular. También dice que María Sanz, muchas gracias por la programma, hola, 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 hola. Aileen Carvajal, de Italia, yo estoy muy feliz, que escucho esta entrevista, esta tema para mí es muy cercana, gracias por vuestras, 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 por vuestras. Muchísimas gracias por vuestras, por vuestras, por vuestras, por vuestras, por vuestras, por vuestras. Muchísimas gracias por vuestras, por vuestras, por vuestras, por vuestras. Seguimos. Seguimos. Дальше, Ксения Золотова, привет из Праги, спасибо за эфир. Вопрос, как быть с нехваткой времени, 45 минут в неделю. Ксения Золотова, она ускорила из Праги и спросила, что я могу сделать, если я только 45 минут в неделю, чтобы разобраться. Я отвечу потом. А потом, да? Потом, да. Хорошо, поехали дальше, потому что у нас очень много вопросов, очень интересных. Так, про ваших педагогов. То есть сейчас мы говорили о вашем первом педагоге. Да, я сейчас скажу. Это был заслуженный учитель России, звали его Александр Алексеевич Бакулов. Он издавал очень много сборников, в которых собирал музыку самых разных стран-композиторов, современных и старых школ мастеров. Он сделал несколько сборников специально для центральной музыкальной школы, для более продвинутых начинающих детей, понимая, что часто в ЦМШ приходят дети, которые уже играют. И, естественно, его начальные сборники, они отличаются от многих других тем, что они начинаются как бы с совсем простых вещей, но доходят до более сложных. Они более насыщенные. И в них всегда присутствуют географии, всегда присутствуют композиторы. У меня, наверное, это от него. Присутствуют самые-самые разные представители. Он брал, конечно, выдающиеся имена, даже если это была какая-нибудь совсем коротенькая пьеска. Но там всегда была американская, французская, норвежская, датская, советская, какое только казахская. Самых-самых разных авторов всегда можно было у него найти. Вот. И, так сказать, я у него училась до самого конца, до 11 класса. Он на поделеку, да? Полностью, да. Я не считала, что я должна что-то менять в своей жизни, потому что мы уже были настолько дружны, что уже, когда я была в старших классах, он часто поручал мне более маленьких детей. Вот. Просил он, не очень хорошо себя чувствовал. А когда я ушла в консерваторию, он ждал меня, он знал, что я должна принять его детей, потому что он понимал, что он мне их передаст. И когда сейчас мы вот плавно перейдем, быстро, чтобы долго не задерживаться, потому что будут более важные вопросы для педагогов, я так понимаю. Но не могу не сказать о консерваторских учителях, потому что у меня, я так попала, может быть, не к столь известной фамилии, но для меня это оказалось совершенно, я даже, в общем, не знала подробностей, когда поступила. Я оказалась в классе у доцента Иванова Олега Игоревича, который, в свою очередь, учился у Льва Аборина и был ассистентом Эмиля Григорьевича Гиллиса в тот короткий период, когда Эмиль Григорьевич был в консерватории. И когда Эмиль Григорьевич уже перестал, он был какое-то время ассистентом еще у Натансона, ну и параллельно уже сам преподавал, и так стал сам преподавать. И потом он был первым проректором по международным отношениям в консерватории, это был первый проректор по международным связям в тот период, когда началась оттепель, и нужно было большим музыкантам уже начать выезжать за пределы Советского Союза, и он полностью ушел с головы в эту работу. И это случилось, когда я была на втором курсе, и что называется, я так скажу смешно, я попала. Все студенты, которые были у него, а он преподавал и в ЦИМШ, и в училище при консерватории Межляковском, и в консерватории, они все плавно перекочевали в мои руки, естественно, в черную работу, потому что мне было доверено исправлять пальцы, фальшивые ноты. Все, я должна была ему помогать, потому что он был невероятно занят. И, так сказать, поскольку мне приходилось помогать школьному учителю и здесь, в консерватории, с самым разным возрастом, включая аспирантов, естественно, я нажила себе тут же массу врагов. Но я, да, потому что им сначала непонятно было, почему они должны ходить к студентке, и он почему-то, этот мой профессор, он решил, что мне он может это доверить. Не знаю почему, из каких соображений, может быть, какая-то интуиция, может быть, что-то, может быть, он это видел по тому, в каком виде я приносила программы, когда я приходила. Вот, и у него было полное ко мне доверие, и я всегда молила, я говорила, «Господи, ну покажите мне, ну вот как Аборин добивался такого звука, ну а как Гейлис добивался вот этого?» И он мне говорил, ну если вот будешь хорошо играть, я тебе когда-нибудь покажу. Я все время ждала, когда же я наконец-то хорошо сыграю, чтобы он сел за рояль, выделил для меня время и показал мне. И иногда он так с барского плеча начинал играть, ну так просто влетая в класс, начинал играть четвертую балладу Шопена, и я понимала, вот он, Аборин. «Как стой, это минута, стой, остановись мгновение». И он говорил, все услышала, но остальное, говорит, ты должна сама. Вот, и поэтому, и он мне всегда говорил, это такое, знаете, он всегда мне говорил, репетиция вообще не нужна. Если ты слышишь, то репетиция тебе не нужна. Если ты знаешь, что ты хочешь, она тебе не нужна вовсе, потому что ты выйдешь, и ты все найдешь. Так он меня учил. И я все время думала, господи, как же это, как же это, как же. И потом, вот уже будучи взрослой, когда мне пришлось ездить на конкурсы, на фестивали, когда стал я взрослой уже преподавательницей, и мне приходится выходить на сцену вообще после мастер-классов, после восьми часов стоя на сцене, идти играть и некогда даже разыграться, я вспоминаю этот бесценный совет. Потому что надо собраться, надо вспомнить, что ты хочешь, и через полторы минуты рояль будет твой. И это работает, потому что этот опыт, который вот тогда был заложен в мою голову, плюс у меня были совершенно фантастические преподаватели по камерному ансамблю. У меня была Татьяна Алексеевна Гайдамович, и ее ассистентом тогда был Александр Бондурянский, который сейчас выдающийся профессор, всем известен во всем мире. Тогда он был ассистентом, но уже очень известным, и, естественно, это был пианист из московского трио, которое было известно во всем мире. И это были совершенно фантастические уроки, просто фантастические. И мы были сразу собраны в трио с очень хорошим составом, я еще два человека. И мой педагог меня за руку, буквально за руку, мой педагог по специальности отвел в класс к Нине Львовне Дорляк и сказал, что вот здесь ты должна научиться быть концертмейстером, настоящим, с хорошими певцами. И я сидела просто, смотрела, слушала, что такое концертмейстерское мастерство, и мне казалось, что лучше ничего на свете вообще быть не может. Поэтому вот у меня были такие университеты. Я не могла об этом не сказать, потому что это очень важная история. Конечно, еще бы. Давайте я расскажу. Единственное, что, если вы можете мне заново сказать, фамилию вашего первого педагога. Значит, первый мой педагог – Бакулов Александр Алексеевич. Он, кстати, был учеником на Гаузе и Белова, выдающегося Белова, чьи редакции прославлены во всем мире. Их очень мало, но это одни из лучших редакций для фортепиано, которые вообще есть. Шопена, Листа, самых разных сочинений. А консерватурский уже я вам сказала. Ну, 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 Миралийсена говорит, что в школе Музыка, в школе Цемша, в школе Центрального Музыка, в которой мы говорим, все 11 лет, она была учащена в один только профессор, и, в самом деле, она себя чувствовала так комфортно с этим профессором, он ее хотел так, что в его голове никогда не пришла идея, никогда не пришла идея, чтобы менять профессор, или искать кого-то, потому что этот профессор ему дало так, и она... была так доверяем, что он был очень большим, но, в некотором смысле, можно сказать, что он была готова для того, чтобы она, в будущем, чтобы она оставалась с его учениками, потому что она была большая, она была профессором Центрального Музыка, его имя был Бакулов, он был также редактором в книжках для пианистов, но его идея была... он писал книжки для детей уже немного более avanzados, не потому что, иногда, в школе, они уже играли, но для них, он писал книжки для детей, он писал книжки для детей, он писал книжки для детей, которые, когда он писал книжки для детей, 그것... у нас характеристика от стилей X, от страны. Потом, когда он в консервацию, он входит с профессором не так знаменитым в его время, Иванов, но он был очень большой профессор, потому что в время в когда-то Нигаус был ассистентом Нигаус. Нет, Иванов в консервации был ассистентом Гиллилса. 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 И также был учеником Абурин. Он был учеником Абурин. И потом ассистентом и методологом Эмил Гиллилс. То есть, конечно, он был учителем с ассистентом и еще ассистентом профессора Натансона, когда Гиллилс уже ушел из консервации. Потом уже работал сам. Ассистенте не было времени работать с учениками, и все это работа с учениками оставил ее в 2. году в conservатуре. И говорит, конечно, в этот момент, представьте, я у меня ученики ученики учеников с учениками в conservатуре. И говорит, почему он решает это? Я говорю, что это тоже интенсивное, он видит, что у него есть очень сильная база, и, конечно, он видит как у него была с учениками, уже готова к классу, и, в принципе, он представил что она может делать в красный работу с учениками. А мы говорим об на國, обога дигитацию, об таблике стильстических, и ,, да. И он всегда говорит,сон, завтра я вам показал что конфу Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok не нужно сказать, что нужно изучить, нужно изучить, потому что он уже у него в его внутреннем, он уже в его血, в его ДН, и он хочет, чтобы он звучит прекрасно, чтобы он звучит лучше, чем он играл в то, что он играл в昨季. Поэтому это у нас есть качества, что они развиваются немного, но они должны быть в основном, в основном, в том числе, что он ребенок на школу. музыка, не по-заду, никогда не по-заду, никогда не по-заду музыка по-заду, надо начинать воно снять, и потом, когда он студент уже имеет эту дисциплину interiorизован, уже можно говорить о пластины, более простые, более динамы но это все основные вещи которые учитываются в университете. Университет, но тут опять нам куча людей пишут. Так, тут сейчас на испанском Клаудия Фонмайор пишет. Добрый вечер. Вы знаете такую Ирину Горин? Она написала методику для фортепиано, взяла, ну, как базовая у нее тема была русская методика исполнительства. Называется Tales of Musical Journey. Это называется юношество. Юношество. Я не знаю, знаете вы ее или нет? Она тоже из Украины. Нет, я ее не знаю, но я слышала о ней. Клаудия, я не знаю ее лично, но она тоже слышала о ней. Дальше у нас тут есть вот Лев Пакривайлон пишет. Вы читаете? Вы видите, да? Да, да, я вижу. А я тогда была в испанском. Лев Пакривайлон escreve мою студенту испанского майор, мне нравится слушать мои видео из Мира Марчинка и лев Пакривайлон Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже когда я верю в то, что будет хорошо, я всё равно всегда очень волнуюсь, потому что я, знаете, не хочу себя сравнивать с писателями, которые пишут хорошие книги, но когда вы пишете книгу с учеником, вы проходите целую жизнь. Это равносильно тому, что вы пишете книгу. И когда вы ещё не закончили, а вам говорят, что с завтрашнего дня у вас другая группа писателей, тема будет та же, но писатели будут другие, и вы уже не можете отвечать за то, что будет дальше. И поэтому я всегда говорила, что если бы была моя воля, я бы не расставалась с учениками примерно где-то до 19-20 лет. И я бы точно понимала, что я свою миссию закончила. Хотя я всегда ставлю для себя границу такую где-то 15 лет, если это высокая одарённость и дети. Я считаю, что если до 15 лет ничего не случилось, и их никуда не увели в другие руки, только потому что я не профессор, а надо пойти к профессору. Я всегда говорила, что если талантливый человек до этого времени находится у меня, я могу абсолютно гарантировать его полную самостоятельность уже в 15 лет. Я понимаю, что для очень одарённого человека это тот возраст, когда он уже может практически всё. Дальше нужен опыт, опыт сцены и всё остальное. Но вот там, где часто ведь бывает, что приходят одарённейшие дети, просто приходят поздно. Они приходят, поступают в 9 класс, когда им уже 15. И вот в этих случаях я говорю, что если бы была у меня возможность, и у нас был бы бакалавриат, это было бы, наверное, лучшим добавлением для центральной музыкальной школы. Я не против нашей консерватории ни в коем случае. Просто центральная музыкальная школа – это очень серьёзный, очень серьёзный учебный блок. И если бы нашим педагогам многим было доверено вот ещё вот эти три года, очень многие ребята были бы в идеальном состоянии. Потому что когда вы начинаете эту дорогу, а всё закончилось, и надо уже идти в консерваторию, а это же не просто только педагог, это вообще другая жизнь. Это система другая. Это другая жизнь, другая тема. И поэтому, так сказать, там очень часто результат прекращает своё существование. Понимаете? Вот. Поэтому, конечно, я слежу, конечно, я стараюсь, конечно, я пытаюсь повлиять, убедить и так далее. Но когда слышат, это всегда хорошо. Это хорошо. Бывает, что не спрашивают, и такое бывает. Но это хорошо. Далее. С ним God. У нас сейчас, если бы, если бы она способствовать, если бы она уменьшила, если бы она бы уйдить, чтобы она помочь, уringить 2-3 годы еще годы, как бакалавра, так, чтобы продолжать мои студенты до 12-хождения, потому что еще, у них дали много лет назад, и у них многое навсегда, с ними еще. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А уж что касается музыки, искусства, когда требуется все время пробуждать фантазию, когда нужно уметь опуститься до уровня ребенка, вспомнить мультфильмы, вспомнить какие-то рисунки, вспомнить какие-то книжки, уметь быстро превратиться в фею-волшебницу или в злую ведьму и во все что угодно. Знаете, вот мои ученики, например, если вы их спросили сейчас, они бы вам сказали, что вот когда мы с вами обсуждали тему добрый и недобрый, они бы вам сказали, что для нас самое страшное, это когда Мира Алексеевна молчит. Вот когда я сыграл, а там вот во взгляде ничего, закрываются ноты вот так, до следующего раза, то есть не о чем разговаривать. Человек мне не дал ничего, он меня не спровоцировал на то, чтобы я выплеснула ему какой-то заряд, помимо энергии еще какой-то заряд информации, показа, масса вещей, которые должен побудить во мне. Ученик, я же тоже живой человек, вот я пришла, я полночи не спала, переживала, пришла, и мне тут с утра ужас. Да, вот играют ни о чем, играют серьезные сочинения, я думаю, боже мой, что же мне играет взрослый человек, но уже должны быть какие-то чувства, какие-то мысли, что-то читается, вообще надо как-то уметь включаться. Да, и если мне человек ничего не дал, он может быть сто часов сидел за инструментом, он не продвинулся никуда, он ничего мне не дал, он даже не дошел до того, на чем мы закончили. Я не пойду дальше, он должен сделать какие-то шаги. Если это маленький ребенок, это другое, причин может быть множество, почему у него не вышло. Потому что я все время борюсь с родителями начинающих детей, чтобы ни в коем случае не было репетиторов. И если кто смотрит на моей страничке в Ютьюбе, в Фейсбуке, мои уроки, они видят, как у меня дети карандашом там что-то все сами подписывают. Я даже не потому, что мне лень, я просто говорю, ты сейчас каким пальцем играл, вот хорошо получилось, вот запиши сейчас себе в нотах, что это был третий палец, а не пятый, не двадцатый, не второй. Почему? Потому что мамы, которые не музыканты, которые становятся музыкантами со своими детьми, это очень важно, я учу семью. Почему я говорила, что учитель должен быть другом? Потому что вы учите семью. И это очень важный такой момент. Его так быстро, конечно, в интервью не осветишь, но просто здесь нужно понять, что вот вход учителя в класс, появление его в классе, должно вызывать безумное желание, чтобы тебе что-то уже сыграли. Тебе должно хотеться бежать на урок, сыграть дальше, потому что ты понимаешь, что если сегодня вот не срослось, не получилось, то завтра еще не наступит, ты не перейдешь дальше к следующему сочинению и так далее. То есть ты будешь еще вот это играть. И поэтому здесь огромная требовательность и абсолютно желание что-то показать, когда ты можешь, оно заставляет педагога быть в форме. Почему я никогда не могла бросить играть? У меня так сложилось, что я вынуждена была преподавать, хотя я все сделала для того, чтобы быть исполнителем. Я побеждала на конкурсах, я очень много делала программ, я долго работала в Московской филармонии, но просто один педагог мой был болен, когда я училась в консерватории, другой был занят, и всем нужно было помогать. И я все время была в каком-то окружении детей, своих, не своих, и стала преподавать. Потом был Владимир Васильевич Крайнев, который появился в ЦМШ, и которому нужна была помощь, он в Ганнове реорганизовывал классы, он привел мне своих первых трех учеников, которых нужно было обучить ремеслу и так далее. Ну, то есть все время ко мне обращались какие-то люди, и я невольно после, уже будучи на пятом курсе в консерватории, было понятно, что я буду работать в ЦМШ. Это уже как бы было абсолютно естественно. Да, и что естественно в ЦМШ мне дает рекомендацию в аспирантуру, и что я буду учиться в аспирантуре и продолжать работать в ЦМШ, и так это и случилось. Но моя мечта об исполнительстве, она, видимо, перевоплощается в моих учениках, потому что я никогда не могла от этого отказаться. Никогда. Другой вопрос, что я, конечно, не могу позволить себе играть плохо, и, к сожалению, очень мало времени остается для того, чтобы что-то выучить, и возраст, и программы, и много всего происходит в жизни. Вот, но я борюсь с собой, я пытаюсь, тем не менее, играть что-то с оркестром хотя бы раз в году. Не так много нам удается, потому что не все хотят с педагогами играть, все считают, что педагог это вообще что-то неиграющее. А когда вы работаете с маленькими детьми, тоже важно быть азарным, уметь так лихо показать, чтобы ребенок вот прям понял, да, что, ну-ка, вот я сейчас тоже так же, да. А чем отличается профессор в консерватории? Профессор должен так же, как и школьника, как ученика маленького, любить своего студента. Для него, понимаете, как мне кажется, беда многих наших профессоров, так сказать, я не скажу ничего обидного, это мое личное наблюдение. Пусть, так сказать, со мной многие не согласятся, но у меня есть такое ощущение, за много лет моей работы, что когда люди приходят в консерваторию, там почему-то считают, что студенты уже все умеют. Понимаете? И к ним уже не относятся, как вот к человеку, который еще ничего не умеет. А совершенно не учитывается тот факт, что люди, не все пришли из центральной музыкальной школы. Почему я всегда мечтала для ЦМШ-бакалавриати? Именно для ЦМШ, а не для чего-то другого, потому что часто к нам, когда приходят дети в девятый класс, мы не успеваем доделать их вот в ту десятку, вот бросить стрелочку вот в ту точку, которая принесет больше всего очков. А мы должны с ними расстаться, а там считают, что они уже все должны уметь. И мне этого времени не хватило. А когда приходят люди откуда-то из других городов, у которых не было ЦМШ, не было столько площадок для выступлений, когда у них не было такой школы, где все как сумасшедшие работают, где постоянная конкуренция, где все живое вокруг, где вы много можете слышать концертов. И своих, и детских, и взрослых, и в консерватории, и в разных других залах, то, естественно, эти люди нуждаются, если уж это будет профессор, то это всегда профессор, который невероятно эрудирован. Это тот человек, который говорит о высоком искусстве с пониманием сцены, который выходит на сцену до последнего, который умеет так сыграть, что это является эталонным образцом для подражания. Здесь уже, конечно, умение быть настоящим исполнителем просто необходимо. Необходимо. Я не могу сказать со всей ответственностью, что, во всяком случае, про фортепианный факультет, что там преподают люди, которые могут на сегодняшний день претендовать на уровень высокого исполнительства. А вот уже в этом возрастном сегменте это уже имеет совершенно реальную и необходимую составляющую. Это не значит, что все должны быть артистами, но умение быть настоящим исполнителем, по-настоящему играть, по-настоящему сыграть концерт, даже не будучи солистом филармонии, а просто сыграть настоящий сольный концерт, понимать, что такое ты чувствуешь, когда ты находишься на сцене. Для студента это очень важный результат. Это очень важный результат. Это очень важный результат. Продолжение следует... Así de simple. Para los estudiantes de ella, eso quiere decir que no has hecho nada para esa clase, no has mejorado nada, no has mejorado de una clase a otra, no has llegado ni a un nivel, ni al nivel que estuvimos hablando de la clase pasada. Y entonces, claro, no hace falta ni gritar, ni alzar la voz. Con simplemente este gesto, el estudiante entiende muy bien. Y eso se trata, y de pequeños, eso se trata de mayores, eso se trata de todos. Entonces, ese es un aspecto. Luego, a lo que se trata de los profesores ya en el conservatorio. En el conservatorio ya es un poquito más complicado, porque desgraciadamente los profesores del conservatorio consideran que si el estudiante vino, entró al conservatorio, ya es una persona que sabe de todo. Y ese es un error muy grave. El estudiante del conservatorio viene a aprender y el profesor tiene que entender que tiene que darle todavía muchísimo más y ese profesor tiene que tener un nivel intelectual muy superior, poder interpretar de una manera perfecta la perfección. Eso no quiere decir que tiene que ser un pianista, concertista, estar dando conceptos todos los días, no. Pero tiene que ser un pianista quien pueda permitirse tocar una obra de una manera excepcional. Tiene que tener esa perfección muy bien formada, muy bien enseñada. Entonces, de esa manera, el estudiante puede tener un ejemplo de esa perfección a donde él tiene que llegar. Entonces, luego, el profesor, en lo general, de pequeño y de adulto, tiene que entender que un profesor, cuando aparece en la vida de un estudiante, no es solamente un profesor de música simple, no. Es parte, llega a ser un parte de la familia. Y la familia, si es una familia que no sabe de música, va a tener que aprender de música. Es así. Sí, pero sin meterse en las clases que tiene el profesor con el alumno. Los padres pueden ser espectadores y aprender, ayudar, pero no meterse dentro del proceso de aprendizaje. Tampoco contratar a otros profesores para que den repaso en casa. Eso es lo peor que pueden hacer porque le rompen el esquema al niño en su cabeza. Entonces, dice la profesora, si podéis ver las clases online que ella da, las clases en YouTube, veréis que los niños de 6, 7 años están con su lápiz y escribiendo en las partituras detallitos que le pide la profesora. Por ejemplo, la profesora le dice, mira, esto lo has tocado muy bien. ¿Con qué dedos lo has tocado? Ah, pues con estos. Pues escríbelo, por favor, y escribe exactamente los dedos, la digitación que has utilizado y la dinámica que has utilizado aquí. Escríbelo tú mismo. Entonces, con eso ya le enseña a los niños desde chiquitines ser independientes, poder trabajar en su casa y saber cómo tienen que trabajar en su casa. Entonces, el profesor es una herramienta muy, muy importante, pero es también parte de una familia general de la formación del niño. Es así como lo comenta la profesora y yo considero que es algo muy interesante para terminar en cuenta. Esto fue muy triste. ¿Qué pregunta? Victoria, ya ya no tengo que conectar, pero ahora ya tengo que conectar, pero ya no tengo que conectar. No, 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 no. Todo bien. No, 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 no. Dele, опять профессora из Кубы задает вопрос. ¿Cómo искать вот этот магический звук на фортепиано с каждым ребенком? ¿Вы ему показываете, какой должен быть звук? ¿Pоказываете какие-то есть свои секреты, как бы раскрыть у каждого ребенка этот вкус к звукоизвлечению? Вы знаете, спасибо за вопрос, он замечательный, для меня очень важный. Ну, конечно, я не могу сказать, что я не показываю, конечно, наверное, что-то показываю. Есть такая категория в музыке, в музыкальных занятиях, ряд тем, которые всегда оставляют на то, что человек сначала набирается какого-то ремесленного мастерства, он берет ноту, он изначально ведь учат извлекать звук, да, первое, что учат, да, когда ставят руку на клавиши, говорят, вот, послушай, какой там звук и так далее. А я очень часто обращала внимание на то, что вроде бы как ребенка-то правильно учат, а только он ничего не звучит. Потому что, когда ребенку вы говорите, что вот это должно быть там очень тихо там или очень громко, это хорошие слова, правильные слова. Но есть еще немножко другие слова, как, например, вы можете сказать ребенку, что ему более понятно, вы можете ему сказать, ты помнишь, вот, фильм про Винни-Пуха, какой там, например, был Ослик и я, какой он был ужасно грустный. И потом вдруг он развеселился, вот что-то его, так сказать, там развеселило, какая-то тема. Можешь сыграть мне эти два настроения? Вот сыграй мне эту пьесу, вот так, как будто этот Ослик грустный, а вот так, как этот Ослик веселый. Музыка одна и та же. Просто я хочу услышать, чтобы ребенок понял разницу. Очень важно почувствовать в раннем детстве умение сострадать, умение переживать, умение рассказать, что такое, когда ты сердишься. Как бы ты сыграл этюд, когда ты сердит. А как бы ты сыграл этюд, когда у тебя прекрасное настроение. Понимаете, вот это слова, которые дети лучше понимают. Меня очень трудно переводить на уроках. Мне говорят, что я говорю очень сложные вещи для переводчиков. И я это понимаю. У меня это большая проблема с точки зрения, как работать в разных странах. Я, поверьте, в своей жизни очень много времени потратила на то, чтобы учить иностранные языки. К моему стыду я так ни на каком не научилась разговаривать, потому что я знаю массу слов на многих языках. И никогда не хватает времени. Я все мечтаю даже в этот дурацкий ковид. И то будет время работа, работа. И все равно не получилось свободного времени. Но все дело в том, что я действительно, когда я говорю, я говорю очень много вещей, которые трудно переводчику быстро перевести, потому что они связаны с образом музыки. Они связаны еще и с материалом теоретическим в этой музыке. Но я говорю какие-то вещи, которые мне важно вытащить из человека, чтобы это было не просто, вот он сделал, выполнил мою установку. Я хочу, чтобы он пережил эту установку, чтобы он почувствовал это, и это будет его прочтение, не мое. Не надо, чтобы он сыграл, как я. Я могу предложить, я всегда предлагаю много вариантов, я никогда не предлагаю один. Это выбор того, кто мне сыграет. И он должен додумать, какой ему образ понятней, но я должна услышать это. Тогда появляется в человеке желание найти какой-то оттенок, краску, опереться на какую-то гармонию более важную, которая до этого незамеченно проходит. Понимаете? То есть начинают работать не глобальные тактовые черты, скажем так, а вот связки между ними. Когда начинает работать нога вместе с ухом, потому что нога, как правило, ребенка учит педализировать, но я не разрешаю брать педаль до тех пор, пока я понимаю, что ребенок уже готов взять педаль, а я еще ему ее не показывала. Я ему говорю, ну а теперь принеси мне эту пьесу с педалью. И я хочу посмотреть, какую ты возьмешь педаль. И как правило, как правило, дети безошибочно правильно ее берут. Как правило. Даже те, которые не очень... Получается, что вы развиваете вот эту музыкальную интуицию у них. Да. И когда они находят эту педаль, моя уже задача. Показать им, как это сделать более ловко. И как ее либо увеличить, либо уменьшить. И еще более использовать в более нужной точке. И вот я уже начинаю работать от им знакомого прикосновения, а не навязыванного им прикосновения, что ты вот так вот сделай. Как знаете, я очень много книжек прочитала на эту тему, когда рассказывают, сколько слоев в этой педали. И как-то ребенок должен это понять. Я говорю, вы сами это делали хоть раз? Я спросила человека, который написал. Я взрослая женщина, которая 32 года уже преподает. Я всю жизнь играю. Я всю жизнь, поскольку в нашей стране большую часть моей жизни прошла на плохих роялях, это сейчас уже пошла другая цивилизация. А до этого я играла в средние инструменты, на которых вообще извлечь звук сложно. И я привыкла, что мне надо его извлечь любой ценой. И было часто, когда педаль просто не работала. Или она гудела, и надо было искать эти слои, чтобы, не дай Господи, вообще выжить. Но когда я начинаю по методике смотреть, искать эти слои, я понимаю, что вот ребенку, но это мертвая категория, он не может это выполнить. Он устает, он старается, а ничего нет на выходе. И он руками лучше сделан. И поэтому я пытаюсь, чтобы разные звуки ребенок извлекал, по максимуму тихие и громкие. И когда я вижу, что ресурс исчерпан на данный момент, и ему уже хочется, ему уже не хватает ноги, потому что уже пьеса другого порядка, я говорю, ну теперь сам ты уже все слышишь. Возьми там, где тебе хочется. И они берут ее безошибочно. А я уже развиваю эту тему, понимаете? Потому что каждый возьмет в том месте, в котором ему хочется, чтобы педаль ему что-то помогла сделать. Я хочу это понять, чего он хочет. А не сказать ему, знаешь, Вася, вот здесь возьми. И вот выучи это, и чтобы вот только попробуй это вот так не сделать. А у него другая связка в голове. Конечно. У меня одно слышание, а он слышит эту фразу внутри себя по-другому. По-другому. И мы добиваемся оба разных вещей. И у меня задача, что мы добивались одного единого. А что важно в музыке? Звук в первую очередь. Почему мы умираем, когда слушаем «Ой страха», когда слушаем «Спивакова», когда слушаем «Минухина», когда слушаем «Хейфица»? Мы понимаем, вот это играет «Хейфица», вот это его скрипка. Нельзя обмануть. Любой вычислить, да? Почему мы слушаем, когда Рубинштейна, мы его ни с кем не перепутаем? Потому что это магия звуковая. Почему, когда мы слушаем Марту Аргерих, мы никогда ее ни с кем не перепутаем? Ни с какой женщиной, да? Или Алисию Долярочу. Когда мы слушаем, вы ее ни с кем не спутаете. У нее особый звук, у нее особая ритмика. У нее маленькие ручки. Маленькие, и она играет огромные испанские пьесы, в которых руки должны быть казалось не пиканты. И не только испанские. Она все слышит, она так педализирует, что она колдовство там устраивает просто целое. И это вот вещи, понимаете, идущие от образа. Поэтому я всегда говорила своим ученикам, я их учу слышать музыку. Я не учу их конкретно играть быстро или правильно педализировать. Для меня эти вещи не существуют по отдельности. Мне важно, чтобы человек слышал музыку. Если он умеет слышать музыку, умеет услышать перспективу, он выстроит форму. Я учу его, как пройти по этой форме. Я учу, как соединить несоединимые сложные вещи. Как сделать их незаметными. Но для этого мне нужен образ. Мне нужно с ним найти тот образ, в котором этому ребенку комфортно играть эту пьесу. Ведь вот вы же опытные музыканты, сейчас кто меня слушает. Всем вспомнил такой пример. Ребенку очень часто конкурс, концерт, фестиваль. Как начать? Вот он вышел на сцену, самое трудное начать. Говорит, вот я начал, потом уже все равно. А как начать? Как научиться? Как начать? Для начала надо подумать, с чего начать. Правильно? Надо выстроить ребенку так программу, чтобы то, с чего он начинает, даже если Маха окажется в конце программы. Он там сыграет это так, что это будет заключительная точка, и все обалдены. Но это важно, чтобы он вышел и начал с того, в чем он абсолютно не сомневается и уверен. Это важный момент, когда говорят, у меня на сцене паника. Да, конечно, если я выхожу и начинаю с отсюда Шопена, так у меня кроме паники ничего и быть не может. Особенно, когда это дают 12-10-летним детям. Да? Еще без опыта игры таких сочинений. Они не знают, что это трудно, поэтому им дают, понимаете? Но мы это просто понимаем. А потом вдруг ребенок говорит, ой, мне так страшно. Конечно, страшно. Поэтому надо быстро и так, чтобы программа начиналась на сцене всегда с того, в чем ребенку комфортно и удобно. Комфортно и удобно. Вот в таком порядке эта программа, как она звучит, в таком порядке. Я вижу, в таком порядке это играется, а в таком уже не играется. Значит, я что-то меняю. Да, это и есть моя работа. Но я должна выстроить человека на это слышание музыки. Он должен научиться слышать одну конкретную пьесу, а потом услышать себя в двух пьесах, а потом в целой программе. И увидеть себя в отделении, увидеть себя в 15-минутном выступлении и так далее. И он занимается как? Почему я говорю, ты занимаешься все время. Нельзя сказать, сколько я занимаюсь. Я все время занимаюсь. Я еду в машину и занимаюсь. У меня в голове Вася, Петя, Аня, Саша. Я все время думаю, вот как будет вот это, как будет это, как это ложится на оркестр, как этот темп работает. Надо ли здесь уменьшить темп, надо ли его здесь увеличить этому ребенку. То есть вот у каждого ведь свои скорости, у каждого свое сознание. И нужно привести ребенка к комфортности. Только в этом состоянии мы очень быстро начинаем понимать, вот это настоящий талант. Вот этот ребенок, это перспектива исполнительская 100%. А вот здесь у ребенка уже скромные способности исполнительские, но он очень хорош в камерной музыке. И нужно уметь вот эти вот вещи уже проговаривать. Кто-то да услышит. Хорошо, очень интересно. И будет более счастливым потом. Это точно. Я буду говорить. Массифика, в отношении к вопросу Мария Санс на вопрос, как выполнить львоволю. Ля профессора Мария Марчинка говорит, что, ну, вопрос о львоволю, это процесс. С днем, когда ты пришел учитель, у тебя есть понимание, что у девушек, что он будет уточним, что он будет. Но как ты объяснила это? Как тебе нравится эта соня? Как ты скажешь это внимание, как это будет отличная ночь? Как правильно звучать, может речь ли она самой соняя, или же мелодия. Рудите, в этих подходах ты можешь бы сказать к детям, что это более слабое, более жесткое, но вопрос, что у детей уже не знает, кто-то больше пиано, больше оголчат, больше мета, больше, не знает, не воспринимаетесь. todavía entonces para esas ocasiones hay remedios muy fáciles los dibujos animados por ejemplo ella le dice mira en winnie the pooh tienes al burrito que estaba triste y luego se pone muy contento puesto imagínate en esta pieza este es el burrito triste y éste sé cuando él cambió de su forma de ser su sensación y en ese momento el niño capta perfectamente qué es lo que quiere el profesor entonces esa es la parte importante de un pedagogo de un profesor de música el buscar no el sonido que uno quiere que el niño interprete sino de darle las herramientas para que el niño pueda buscar por sí mismo qué sonido puede sacar un instrumento por ejemplo ella dice también hay estudios no puede tocar una pieza pequeña y decirle bueno mira si tú estás enojado como tú tocarías esta pieza el niño entonces empieza a buscar su propio sonido en ese estado y bueno y ahora tú estás más alegre como tú tocarías esta pieza estando alegre entonces cambia entonces estos cambios permiten que el alumno aprenda a expresar al aprender a entender cómo puede sacar su musicalidad sus sensaciones sus sentimientos sus emociones las puede sacar al instrumento luego está la parte del pedal el pedal es al final de todo cuando ya ve que la pieza está más o menos ya está lista para ponerle el pedal en ese momento ya le dice bueno ahora para la próxima clase me traes la pieza con pedal ella no le dice para qué le voy a decir cómo poner el pedal él tiene que entender intuitivamente cómo cómo puede el adaptarle y añadirle el pedal a esta pieza para que la pieza no suene mal tiene que sonar mejor de lo que sonó y cada niño musical bueno estamos hablando de niños más o menos con un talento y quizás sea la música tiene esa sensibilidad y esa digamos esa intuición musical dice casi siempre me traen los niños las piezas con pedal puesto por ellos mismos bastante correcto yo le puedo ayudar en limpiar alguna cosita enseñarle algunos contextos del pedal pero básicamente de intento no cambiar nada porque cada niño tiene su forma de ver la música su forma de entender los fraseos su forma de escuchar esa obra y mi trabajo como profesora es entender qué es lo que él tiene en su cabecita cómo él escucha esa obra y ayudarle si hace falta ayudarle a llegar aún aún digamos a un nivel x luego dice ella leyó muchos libros sobre metodología del del pedal como la pedalización de las piezas y que el pedal tiene muchas capas que tienes que apretar así que te apretar asa y bueno teóricamente vale se entiende pero como tú esto lo metes a la práctica es casi imposible entonces ella una vez tuvo una discusión con un es que el con un metodólogo de pedalizaciones de bueno pero tú mismo puedes hacer esto es casi imposible enseñarle al niño hacer esto esto tiene que ser intuitivamente desde una perspectiva que el pedal puede ayudar no simplemente no el pedal no puede sustituir un sonido el pedal solo te puede ayudar un poquito por ejemplo cada intérprete estamos hablando por ejemplo si escuchas a oistra si escuchas a marcar y si escuchas al viste cada uno tiene su propio sonido por ejemplo ella ponía alicia la rocha con una mano pequeñita pero era una pianista que podía tocar de todo ella hacía maravillas en ese piano con una mano pequeña ya tocaba obras inmensas grandísimas donde se requiere una mano grande pero todo era gracias a que ella sabía cómo utilizar el pedal a su conveniencia como hacer los fraseos a su conveniencia entonces de la tarea como ella como profesora es encontrarle a cada niño tiene que tener su propia manera de interpretación su propio estilo de interpretación y bueno es bastante interesante también la cuestión del programa ese porque cuando un niño sale al escenario normalmente las escuelas es primero para los estudios etcétera entonces pero si el niño no se siente cómodo tocando al principio bajo cuál es el problema no ponerlo después la obra baja el niño cuando sale el escenario tiene que empezar con una obra donde se siente cómodo una vez saliendo y empieza a tocar una pieza que le gusta que es cómoda donde él se siente perfectamente ya después todo el programa sale perfectamente entonces dice que su trabajo es ella lo piensa constantemente ya está pensando de qué manera ella puede cambiar la posición de las piezas para ayudarla que esta pieza suena mejor y estas cosas es pero ese es el trabajo del profesor ayudarle al niño al niño la formación el formar el programa luego cuando tocan con orquesta el como el niño tiene que adaptarse a la orquesta como ella tiene que explicarle a la digamos los detalles musicales a que le ayuden a entender y escuchar la orquesta en la tarea del profesor es que el alumno sepa escuchar la música una vez que el niño sepa escuchar lo que él hace y saber que cómo podría tocar mejor entonces pues se puede decir que el profesor está haciendo un buen trabajo ese niño ya llegará a hacer a tener una digamos una un futuro no pero también dice que hay alumnos que son muy talentosos son muy buenos por ejemplo como solistas pero hay otros que son muy muy buenos tocando música de cámara entonces eso es también ser honesto tú tienes que darle a entender y enseñarle mira esto es lo tuyo aquí tienes que desarrollarte al máximo para que seas el mejor este profesional es también la tarea al profesor ser honesto con el alumno también y consigo misma ¡Puf! Una es todo muchos personajes que algunas que lo han preguntado con ustedes U şu, se me supo, no lo que os cuento, no sé si получилось pero yo no siento pero yo pienso pero mi estás preguntado si tengo el cual, como surgió, mirle mi cosas felices pero hay tipo tipos deiktos y muchas personas cosas me dicen los últimos Субтитры делал DimaTorzok Клаудия фон Майор спрашивает Сколько уроков в неделю вы даете начальных классов вашим студентам? И сколько времени длится урок? Это быстрый ответ Это очень быстрый ответ Когда начинаются подготовительные наши отделения Я сначала беру всегда ребенка один раз в неделю Объясню почему Потому что я даю очень большое задание Даю очень большое задание Мне важно, чтобы ребенок быстро учился читать ноты И я задаю очень много самой разной музыки Очень маленькой, короткой И прошу всегда То, что легко, то, что можешь разобрать Развели, где трудно Отметь себе, что это трудно Это со мной на уроке Мне очень важно, чтобы ребенок Очень быстро мог контактировать с нотным текстом И тогда я начинаю заниматься постепенно Больше, больше, больше Сначала это небольшое время Примерно 25-30 минут Потом постепенно это уже 45 Вот так до часу Когда один уже урок Это уже до часу мы спокойно работаем А потом постепенно уже Где-то через Ну у всех разное время С кем-то через полгода С кем-то через год Я добавляю второй урок Чтобы уже получалось два раза в неделю Потому что я еще раз повторяю Что я стараюсь, чтобы у моих детей Не было помощников Кроме родителей Которые должны просто Вот взять карандаш И записать, что я сказала Или сейчас уже появились Подручные средства В виде телефонов Я все разрешаю Я очень конкретно иду в задание Ребенок у меня уходит с урока Понимая, что он должен сделать И мне очень важно Что если ему кажется, что он понял А в следующий раз он пришел И я вижу, что он ничего не понял Я должна это видеть Не надо, чтобы за меня кто-то Сделал мою работу Я сама ее сделаю Просто важно понять Сколько времени нужно этому ребенку Чтобы сделать то, что я сказала Чтобы он без помощи Помощь мне нужна исключительно От родителей в каком плане Чтобы они организовали его Чтобы они его вовремя Посадили за инструмент Чтобы они его вовремя Сняли со стуга И сказали Иди по бегу, походи А потом опять Когда уже мы отвлекаемся Вот так по сторонам смотрим Но сидим, потому что надо сидеть Пока мама не скажет все Да, да, да Поэтому мама должна раньше говорить Стоп Когда ребенок еще не хочет Стать из-за инструмента Поэтому я обычно говорю Что пока Больше чем 30 минут за инструментом Не держать смена картинки Перерыв Поели, погуляли Попрыгали Сели дальше Я делю как бы Задания Говорю Сколько вот это Сколько вот это И так постепенно Я говорю Вот уже можно прибавить Вот уже надо что-то побольше И уже когда они приходят В первый класс К этому времени Они уже занимаются Часа 3 в день Уже не больше Это будет к первому классу? К первому К первому Да Ого Потому что я очень много задарилась Я не должна это перевести Потому что никто не поверит Да, если я хочу обратиться ко всем Мы с вами немножко говорили На тему вопроса Да Вот я хочу сейчас обратиться Ко всем европейским родителям Если вы хотите Чтобы ваши дети Играли на инструменте По-настоящему То вы должны забыть Про все юридические правила Отнестись к этому Как к очень важной части Вашей жизни Не менее важной Чем прогулка с ребенком Да Не менее важной Чем сходить к врачу Не менее важной Чем почитать книжку Очень важно Чтобы ребенок Вы можете хотеть Чтобы он пел, плясал, танцевал И так далее Вы должны себе сказать Ну все я должен требовать Так, как будто Это единственное Важное для него дело Если вы не готовы Это потребовать Оставьте что-нибудь одно Но вы должны знать Что вы готовы Потребовать от своего ребенка Чтобы он это сделал И чтобы вы понимали Когда он придет к учитель Учитель скажет Какой ты молодец Пойдем дальше Да Понимаете Это очень важный момент Здесь никакие юристы Никакие законы Ничего не сделают Поэтому Я слышу Очень много детей В Европе Очень талантливых Я понимаю Что не везде Есть 10 лет Но Огромное желание У родителей Есть Учить детей Ну тогда Что значит Учить Это процесс Как Позитивный То что вы получаете Так и требовательный Конечно Вы не можете Разрешить ребенку Сегодня Эту неделю Он любит музыку А следующую Он уже Не любит Понимаете Поэтому здесь Вот этот момент Такой Начал Держи Все Ты понимаешь Если ты в состоянии тянуть Потому что Если вы поведете ребенка В футбольную секцию И вы хотите Из него Сделать Месси Или Рональд С вами Не будет Разговаривать Про юридические Права А вы Все купите Безумные деньги Потратите На форму На одежду Будете водить Дорогой клуб И сделайте все Только чтобы он Стал таким А в музыке Почему-то считается Что Можно как бы Ничего не делать А потом Начать Убирал Музыкантом И быть успешным Так чудеса Случаются Но нет Особенно сейчас Когда уже рынок Музыкантский Очень насыщенный Более того Я не побоюсь Своего утверждения В том Что я уверена Что может быть Еще 2-3 года И появится Огромная армия Детей Музыкантов Которые не будут Вообще играть На конкурсах Но будут иметь Возможность Выходить на сцену Потому что Это уже не критерий Того Что ты можешь Мы уже Перешагнули Это И это уже Понимаете А поскольку Это не может быть Спортивным состязанием Потому что Нет объективной Составляющей То это В общем Больше тешит Самолюбие Что я Блуду Ряд этого Конкурса Но сегодня Есть уже Эти образцы Уже есть Они не сегодня Появились Но я уверена Что их станет Больше Потому что В гонке За лауреатством Мы теряем Индивидуальность Это огромная проблема Я не говорю Везде Это на самом деле Меня реально Очень беспокоит Потому что Ребенок Для того Чтобы быть Успешным На сцене Уже к 16 годам Должен выиграть Очень сложные Конкурсы Я не знаю Проехать уже Все страны Континенты Завоевать Все первые И не факт Что он Получит Сцену А главное Что получив Сцену Он получит Комплект Продюсеров Которые будут Ему диктовать Что он должен Играть И я с ужасом Думаю Куда мы Придем Потому что Когда я смотрю Абонементы Которые я Хотела бы купить Я к сожалению Вижу Одни и те же Сочинения Я во всех концертах Вижу одни и те же Сочинения И меня не больно Ставят перед выбором Я уже Не имею возможности Так особенно Экспериментировать Пойти послушать Мне молодого Или нет Я уж иду точно Наверняка Где точно хорошо Правильно Никто же не будет Просто так деньги Выбрасывать Билеты Не дешевое удовольствие Чтобы еще повезти Целую семью Это тоже дорого Это огромный клубок Это так вот быстро Даже не объяснишь Это отдельная тема Это отдельная тема Но я просто к тому Что музыка Это такое же Вы не отправите ребенка С невыученными уроками В школу А музыкальную Почему-то можно А педагогу по музыке Это почему-то досуг Это не досуг Даже если вы хотите Научить ребенка Играть для себя Ко мне часто обращаются Люди в возрасте Сейчас стало мордным Я хочу научиться играть Многие кто не послушал В свое время родителей Сейчас хотят Научиться играть Да Такие люди есть И вот они-то Как раз готовы Трудиться Потому что они уже Они уже понимают А если ребенок Даже не будет музыкантом Но будет по-настоящему Трудиться в музыкальной школе Он будет совершенно Другим человеком В жизни Конечно Понимаете? Поэтому Если вы Делите сразу На то В сознании ребенка Что Ну вот здесь можно Как получится А вот тут надо Серьезно Вы прививаете Ребенка Очень нехорошее Качество Человеческое Сортировать людей Я это очень не люблю Я поэтому К своей профессии Отношусь Так огромное уважение Мне очень жалко Педагогов Которые бьются А им говорят Вот у нас Положен урок 20 минут Ну какой результат Может быть За 20 минут У меня Уроки в школе Два раза в неделю Да там Они по часу Естественно Когда концерт Естественно Я Дополнительно Конечно Мне Мне нужно Порепетировать Мне нужно 10 раз Чтобы сыграл программу Я иду в зал Я иду туда Я уже понимаю Что да Конечно Мне никто За это не платит Да Но Это уже Этика А зачем тогда А если мне Неинтересно Будет работать Тогда Зачем мне Это зарплату Понимаете Здесь тоже Есть какой-то Момент Вот такой Поэтому Я почему говорю Что Все вот эти разговоры Педагог Как и исполнитель Он должен быть Талантливым Если вы Не хотите Радовать детей Если вы Не готовы Мучиться Если вы Не готовы Учиться Вместе со своими Детьми То вам не надо Работать педагогом Потому что Это очень трудная Профессия Это как и врач Вы учитесь Всю жизнь Мы проходим Одни и те же Сочинения 10 раз по кругу И 10 раз Вы по кругу Удивляемся Мы в них Еще не увидели Потому что Каждый ребенок А я с каждым возрастом Тоже это по другому Слышу Но Есть еще одна Составляющая Для успешного Педагога Мне кажется Успешный педагог Это тот Который Помимо того Чтобы учить Детей Мировым шедевром Он должен Его еще провести По коридорам Которые еще Никто не знает Потому что Там очень много Сокровищ И если Он не будет Являться Тем Звеном Который Передаст Эти сокровища Другим людям Потому что Эта музыка Все равно Должна кем-то Быть исполнена Исполнена На очень высоком уровне Иначе она будет Так валяться Иначе она забудется А это очень важно Чтобы она Чтобы она Была доведена До очень высокого уровня Тогда это Производит впечатление Тогда люди Хотят это играть Потому что Очень много любителей Берутся играть Сочинения Которые они просто Не могут сыграть А что играть Другое Они просто не знают И я своим ученикам Говорю Вот вы-то и есть Те самые Которые должны Играть разную музыку Надо играть Разную музыку Поэтому это Возвращаясь К разговору Должен ли педагог Играть Он обязан играть Он должен все время Искать репертуар Он должен находить Новых авторов Он должен это Знать сам И давать это детям Иногда навязывать Потому что они хотят Играть все одно и то же Да-да-да Это еще одно и то же А это просто Понятно Потому что Нажал и это все играют И я сейчас выберу И буду думать Что я тоже так играю Хорошо Понимаете И педагогу удобно сказать Ты пойди там Послушай Вот этого 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 А у тебя тут Вот это ничего не Получается Иди получи А когда вы не можете Ничего услышать Нигде Никто не играет Да А вам надо быть убедительным Вам надо быть убедительным Добавляем 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 Миря Алексеевна Добавляем 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok